По отвертенному графику очередной исход граждан состоялся в селе Вольном, на котором присутствовали глава района Заур Хамирсов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кидокоев, начальник отдела участковых полномочных полиции Сергей Воронов, жители поселения. Мурат Хагуров, глава сельского поселения, открыл мероприятие с докладом о проделанной администрации работе за текущий год. За проследший период администрации в должности главы поселения проведены работы по следующим направлениям. Произведен диамошный ремонт, асфальтное бетонное покрытие по улице Ленина, потяженностью 400 метров, международное, Чапаево и переулок западный. Произведена реконструкция уличного освещения улицы Ленина и Чапаева, а также проводится ремонт уличного освещения по всему поселению. Изготовлены проекты безопасности дорожного движения на 10 улицах и переулках. Убор консенсорных свалок. Установили детскую площадку в культуре Кармана Гидруйском. Убрали старые деревья внутри кладбища в селе Вольном, а также убрали большую и ушку по улице Ленина. Так, спонсорской помощью построены ограды на кладбище, это село Вольное и южно-ограды село Вольного, хутор Набережный. Заготовка дров для школы номер 13 и факул. Газификация хутора Шелковникова. Газ подведен к домовладениям хуторян. Обрезка, расчистка и побелка лесополос в трассе протяженностью 7500 метров. Глава поселения ознакомил присутствующих с планом работы администрации на 2017 год. В 2017 году мы планируем продолжить грандификацию хутора Кармана Гидруйска, продолжить устройство уличного освещения, устройство подвезных путей к социальным объектам поселения, продолжить отсыпку улиц Гравина, отсыпка Гравина, покрытие по кладбищу хутора Кармана Гидруйска и село Вольное. О сложившейся криминогенной обстановке на территории Вольницкого сельского поселения доложил участковый полномоченный полиции Магомед Итлешев. В истекший период этого года в полиции зарегистрировано 92 обращений и заявлений граждан. По каждому заявлению проводилось и принималось в рамках действующего законодательства соответствующее решение. Также на территории обслуживаемой территории в этом году зарегистрировано 26 преступлений, из которых расследованы и переданы в суд с обвинительным заключением и обвинительным актом 25 уголовных дел, нераскрытым на данный момент остается одно преступление. Далее глава поселения Мурат Хагоров приступил к приятной миссии. Он вручил благодарственные письма жителям, принимающим активное участие в жизни поселения. Жители, в свою очередь, отметили слаженную работу главы сельского поселения. Который, к нему обратишься за помощью, он всегда придет тебе на помощь. Поэтому детский сад так и расцвет, благодаря, конечно, стараниям Мурата. Большое тебе спасибо, Мурат. Спасибо. Руслан Кедокуев в своем выступлении выразил благодарность присутствующим за активную позицию по отношению к жизни поселения. Люди неравнодушные, что вам интересна судьба поселения, интересна жизнь, которая в поселении, интересны дела, которые в поселении творятся. Вот так держать. Спасибо вам большое. Завершилось мероприятие выступлением главы района. Заур Хамирзов отметил, что все поднятые вопросы на сходе фиксируются и берутся под его личный контроль. Что касается работы по поселению, на 2017 год глава района отметил. Хотелось бы сказать несколько слов по поводу кармельно-гидроидской. Сейчас там основная проблема, основная проблема – это газификация. Казопровод высокого давления есть, проект есть. Я хотел бы сказать, что буквально на прошлой неделе газоснабжение по кармельно-гидроидскому положительно решено. Деньги в следующем году будут выделены. Проект вошел в федеральную программу социального развития села. И в декабрю 2017 года хутор будет полностью газифицирован. Полностью. По Мольнскому сельскому поселению. Что главное, что будет сделано в следующем году? В следующем году начнутся работы по строительству. Тамбы протяженностью 4,5 километра. Будет защищать левый берег реки Лоба. Примерная стоимость работы около 44 миллионов рублей. В завершении Заур Хамирзов выразил благодарность главе поселения за его активную работу. Я хотел бы в заключении сказать, что глава Вольнского сельского поселения действительно на своем месте поблагодарить его за работу, поблагодарить вас за поддержку. Хотел бы поблагодарить и действительно всех работников сельской администрации. Социальную службу, которую несут огромную социальную нагрузку. Работников образования, детский садик, школа на очень хорошем счету. Действительно, молодцы. Поэтому спасибо всем вам, что вы сегодня пришли за вашу вот эту неравнодушие. На сходе с жителями было задано немало вопросов, на которые получили исчерпывающие ответы. Спасибо.